Здравствуйте, коллеги! Меня зовут Максим, как написано и как представил меня Александр. В подпись у меня написана компания Рувенс, она довольно-таки молодая. Я просто объясню, кто я и почему у меня, как Александр сказал, большой опыт работы с мероприятиями. Я вообще работал и, можно сказать, даже сейчас работаю еще в Российской ассоциации электронной коммуникации, которая проводит много мероприятий, таких как Российский интернет-форум, Российская неделя интернета, премию Рунета. Микрофон не перестал работать. Помимо того, мы увидели, что у нас получается хорошо, мы решили выделить организацию проведения мероприятий в отдельное направление, для чего была создана компания, которая занимается технической и онлайн-составляющей, то есть регистрацией участников, коммуникацией с ними, разработкой сайтов, продвижением и так далее. Собственно, эта компания и называется вот так вот, как написано снизу. Сегодня я хочу поговорить с вами и рассказать вам те моменты, на которые стоило бы обратить внимание. Это лучшие и худшие практики, и, может быть, что-то покажется вам немножко капитанским, но это хорошо, если вы почувствуете, что вы знали об этом или подозревали это, значит, вы мыслите в правильном направлении. Еще мне кажется, что то, о чем мы сегодня поговорим, может быть полезно не только для тех, кто собирается проводить мероприятия, вебинары, но и вообще какие-то почерпнуть полезные идеи. Собственно, мой доклад будет состоять из трех блоков. Первый из них самый маленький, но самый важный. Это то, о чем нужно подумать, прежде чем приступать к активным действиям по запуску регистрации или какой-то онлайн-компании. Опыт показывает, что многие наши заказчики, которые приходят и говорят, давайте мы партнерке сейчас быстренько сделаем мероприятие, у них есть в планах этот ивент, они, может быть, даже сформировали какой-то приблизительный пул докладчиков, не имеют представления о том, как они будут набирать участников и продавать. Может быть, им понравился какой-то шаблон, может быть, они посмотрели на сайт и сказали, вот хотим примерно вот так. И тут же пытаются начать его делать или попросить, чтобы это сделали мы. Это неправильно, потому что в 95% случаев придется тратить много сил на то, чтобы переделать его конкретно под это мероприятие. Вот. И, ну, как сказать, давайте пойдем просто по шагам. Собственно, дизайн. Мероприятия бывают разные. Бывают большие, бывают средние, маленькие. Они бывают в оффлайне, в онлайне. И сходить нужно из потребностей. Всегда хочется сделать круто, хорошо, чтобы люди зашли и сказали, «Вау, вот этот сайт, я сейчас там зарегистрируюсь и 15 тысяч рублей заплачу». Ну, дизайн, он, конечно, составляет, позволяет составить первые впечатления, но он не определяет, зарегистрируется участник на мероприятии или нет, а что помогает ему принять решение. Вот по нашему собственному многолетнему опыту я об этом поговорю дальше. Собственно, из чего следует по нашему опыту выбирать дизайн, из каких факторов. Ну, сложные дизайны мы делали, и сейчас у нас будет запускаться одна конференция с таким нетиповым дизайном, в таком ретро-стиле. Коллеги ее начнут анонсировать на следующей неделе, но это дополнительные затраты на поддержку этого сайта. То есть этот дизайн дольше рисуется, этот дизайн дольше верстается. Нужно начинать готовиться сильно заранее, чтобы вы понимали, я говорю, начнем анонсировать на следующей неделе, а конференция будет проходить в конце года. То есть фактически у нас полугодовой запас. Мы также понимаем и закладываем свои ресурсы, что мы потратим больше сил и времени на внесение изменений в этот сайт, потому что будет обновляться программа, будут создаваться какие-то новые разделы, нужно будет впиливать новые интерактивные сервисы на этот сайт. Это все тоже потребует времени. Мне кажется, что наиболее универсальным решением является типовой шаблон. Ну вот, например, как сайт этой конференции, на которой мы с вами присутствуем, он хороший, удобный, понятный, очевидный, там не нужно лазить искать. Или вот как то, что мы делаем для других своих мероприятий. Подумайте сразу по поводу адаптивности. Это очень сильно помогает. Например, я вот стартанул сегодня на площадку и забыл посмотреть, где проходит мероприятие. Собственно, вспомнил об этом, когда уже зашел в вагон метро и полез, конечно же, на сайт конференции. Слава богу, он был адаптивный, поэтому я легко посмотрел, куда мне, собственно, нужно ехать. Советую сразу подумать над тем, какие блоки будут обновляться. Казалось бы, вопрос вроде бы тривиальный, но с точки зрения постановки задачи на дизайн он достаточно важен. Когда вы будете общаться с дизайнером, или если у вас нет дизайнера, вы пытаетесь придумать дизайн сам или взять шаблон, сразу подумайте, например, там, ага, вот есть там анонсирующий блок, а потом мы его заменим, например, на код плеера по трансляции. И дизайнер сразу постарается нарисовать его так, чтобы туда встал какой-то объект с иным дизайном. И верстальщику потом меньше работ будет. Подумайте, опять же, если это какой-то сложный лендинг, о том, какие блоки вы захотите убрать, скажем. Часто бывает, что нужно стартануть мероприятие, ну, продажа на мероприятие очень быстро, впиливается какой-то огромный блок, там, красный мигающий, со скидками, акциями, но он постепенно теряет свою актуальность, и его нужно убирать. Когда мероприятие стало известным, трафик уже пошел. Вот, а этот красный блок есть выпилить, страничка станет скучной. Вот постарайтесь подумать об этом заранее. Вот, и, конечно же, партнеры мероприятия, в любом случае они у вас будут, если это только не какой-то большой семинар, не обижайте их, всегда уделяйте им тоже место на сайте. Ну, можно вот такой вот могилкой внизу, а можно какими-то красивыми логотипами в другой части сайта. Когда запускается сайт, что на нем должно быть? Плохо, если человек зайдет на сайт мероприятия и почувствует себя вот примерно как этот мужчина в шляпе, одиноко, скучно, кроме названия конференции, ничего нет. Поэтому, как минимум, когда вы запускаете сайт с анонсом мероприятия, там должно быть перечисление ключевых особенностей этого мероприятия, хорошо бы указать дату, если точная дата неизвестна, хотя бы месяц, чтобы человек мог планировать, куда-то себе в календарик поставить заметку. Если мероприятие проходит в онлайне, то обязательно подчеркните, что это вебинар или ивент, который идет в онлайне. Если в оффлайне и площадка определена, сразу ее укажите, тогда в календарике будет уже геолокационное напоминание. Ну, чего я не сделал, собственно, с чего я начал. И сразу я бы посоветовал создавать форму регистрации, либо делать пререгистрацию. Почему? Потому что если человек уже зашел, то есть вы его уже на 50% сконвертировали в потенциального участника, он интересуется, он каким-то образом попал, хорошо бы его не отпускать до конца. Если вы не определились с ценовой политикой, или есть какие-то причины, по которым вы пока не можете запустить саму регистрацию, хотя бы возьмите с него e-mail, пообещайте ему скидку, еще что-то. Но e-mail нужно оставить. Имя можно даже не брать, просто e-mail, потом он получит от вас письмо индивидуальное для того, кто оставил заявку предварительную, и вы ему что-то предложите, что убедит его заполнить все остальные данные. И на этом этапе уже можно активно приглашать к сотрудничеству, к партнерству будущих партнеров. Как правило, начинаем с информационных и партнеров, которые финансово поддержат мероприятие. Теперь я бы хотел чуть-чуть поговорить о том, как быстро и относительно просто запустить сайт конференции, а также о том, как его с минимальными усилиями поддерживать. Здесь мы не одну собаку съели, как на своих мероприятиях, так и на партнерских, работая со своей командой разработки, с командой разработки заказчика или с фрилансовой какой-то командой, которая нанималась под проект. Но ошибки, как правило, типовые. Вот сейчас мы попробуем их предусмотреть. Ну вот, наверное, одно из главных таких и наболевших. Все время слишком поздно пытаются запустить ресурс по анонсированию мероприятия. Слишком долго согласовывают дизайн, может быть, долго верстает, а потом говорят, вот у нас есть верстка, это, как правило, коммерческий заказчик приходит или в компанию торопится, давайте мы сейчас статичную страничку выложим и быстренько уже потом запустим сайт. Вот никогда не делайте так, если нету прям острой критической необходимости, потому что это немножко расслабит ответственность за разработку или программиста, которого вы привлекли, и он будет делать этот сайт меньше, а натянуть там верстку на тот же самый битрикс, который мы все любим, это дело, наверное, нескольких часов, если только это не очень сложный сайт. Поэтому не верьте разработчику и старайтесь сделать все сразу по уму. Очень важно выбрать сразу хорошую и удобную систему, но, я думаю, ответ на этот вопрос вы все знаете на конференции, в какой CMS-ке мы находимся. Мы выбрали битрикс. Практически все наши сайты конференционные сделаны на битриксе. Программист, он, ну вот с нашим опытом, он нужен только на этапе подготовки сайта, и дальше мы его привлекаем очень-очень редко. У нас есть уже некая база, то есть мы сразу знаем, что он должен сделать так, чтобы в будущем при изменении информации или запуске какого-то функционала мы к нему обращались минимально. В этом нам сразу помогает настройка групповых политик, там создание определенных изменяемых областей, инфоблоков и дальше вперед. То есть пресс-служба получила свои доступы, там контент-менеджер свои доступы, и каждый занимается своим делом без того, что там программист Иван, где ты, пожалуйста, отвлекись от другого проекта и размести логотип партнера. Вот это вот абсолютное зло, которого нужно стараться избежать еще на этапе подготовки сайта. Ну и последний мой совет. Обязательно используйте резервное копирование. Он банальный, но он, когда идет интенсивная такая вот напряженная и эмоциональная работа над сайтом конференции, когда часто приходится менять что-то в программе, публиковать новости, и работают с сайтом не только те, кто привык это делать, а скажем, вот как у нас пресс-служба, или, ну, неважно, то могут случиться неприятности. И вот здесь вот автоматический бэкап, он очень сильно выручает. Собственно, спасибо опять же Bitrix за то, что они сделали из коробки такую хорошую утилиту. Вернемся немножечко к вопросу регистрации. Вот здесь вот у меня на скриншоте та форма регистрации, которую никогда не должны увидеть ваши посетители. Это та форма, которую заполнится очень сложно. К сожалению, даже в наши дни есть крупные хорошие конференции, которые мучают своих участников, заставляя заполнять и более сложные формы на начальном этапе. Я не говорю, что человек не должен заполнить все данные, может быть, они вам действительно необходимы для аналитики, но постарайтесь как-то разбить их на шаги и не пытаться заставить его заполнить ее вот на начальном этапе, иначе конверсия будет никакая. Собственно, как можно упростить заполнение формы? Для начала, когда пользователь только регистрируется, достаточно взять с него просто e-mail и фамилию, а все остальные данные попросить заполнить, когда он подойдет, например, к шагу оплаты. То есть он уже определился с опциями, что-то для себя выбрал, и когда он, ну, это есть мероприятие платное, видит цифру, то ему заполнятся себе какие-то дополнительные данные, которые потом впадут в платежную форму, будет несколько проще. Вот. Второй нюанс. Эту форму сложно заполнить тому, кто регистрирует на мероприятия своих коллег. Часто бывает так, и мы по своим мероприятиям видим это регулярно, когда дается задание, не знаю, секретарю Маше или руководителю отдела Диме, зарегистрирует, говорит, его там пять человек. И этот человек, заполняя эту форму, испытывает реальную боль, и, наверное, он понимает, что его сильно не любят организаторы конференции уже на этапе заполнения формы, потому что ему нужно пойти и всех опросить, все сюда ввести, а многие данные, они могут быть даже и не нужны для того, чтобы его просто пустить на мероприятие. Вот. Поэтому упрощайте, разбивайте на шаги. Я буду еще говорить дальше про то, что можно делать опросы. Вот, кстати, вопросы пользователей, часть полей можно вынести. Вы потом просто эти данные склеите, а людям будет проще и приятнее. Вот. Для платных мероприятий можно использовать еще схему, ну, мы ее у себя называем схемой с виртуальными участниками. Работает она просто и, как нам кажется, эффективно. Ну, даже не кажется, мы в этом уверены на основании тех данных, которые мы проанализировали за годы. Человек сначала заполняет, опять же, простейшую форму или регистрируется через RUNET ID, переходя там по, ну, RUNET ID это наша система, где мы держим всех пользователей. У вас может быть своя собственная база данных. В общем, человек заполняет о себе минимум данных и попадает в так называемый личный кабинет. Он может быть суперпростой. Самое главное, что создался пользователь сессии, он попал в некую такую свою ячейку, где ему говорят, здравствуйте, Максим Александрович, вам нужно дорегистрироваться дальше. Так вот, как он это сделал, у вас есть возможность потом к нему персонально обращаться. У вас есть возможность попросить его дорегистрировать с коллег или сделать еще что-то. И он еще даже не заплатил, если платные мероприятия, но он уже стал таким вот предварительным пользователем. Анализируя дальше его активность, вы можете его адрес, ну, что называется, дожимать и говорить ему там, например, Максим Александрович, вот вы там неделю назад зарегистрировались, но все еще не стали участником. Он никак не отреагировал. Через недельку, если запас времени есть, вам там, а давайте мы вам скидку дадим. Вот как Лабиринт, например, делает, книжный магазин, у них, наверное, самая интересная политика, вот заставить что-то купить, достаточно просто пойти посмотреть книжки или, не дай бог, добавить их в корзину, они потом замучают этими скидками. То есть, например, добавляешь себе там две книжки в корзину, ушел оттуда и просто ждешь три дня. Проходит три дня, приходит, вот вам 25-процентная скидка, хорошо, но я не пойду куплю. Проходит еще пару дней, вот вам 35% скидка. Ну, здесь уже перебор, собственно, мне кажется, но зная тех, кто оставил предварительную заявку, их проще потом конвертировать в участников. Так, ой, перескочил. И как еще можно упростить, это, конечно же, регистрация через социальные сети, которые тоже есть в коробке у Битрикса. Собственно, личный кабинет, про который я чуть-чуть говорил, расскажу про него кратко, потому что вещь эта не сильно обязательна и нужна скорее для тех мероприятий, где больше ста участников, ну, или это бесплатные мероприятия, на которые нужно привлечь как можно больше людей. Мы заметили такую интересную вещь, что если кабинет персонализирован, там есть фотографии пользователя, это, кстати, тоже сложно вытянуть, там есть персональное обращение к нему, они в него ходят. Ходят больше, чем на главную страницу, чем в раздел новостей, и, по сути, стараются черпать информацию оттуда. Но загнать в этот кабинет можно либо через регистрацию, либо через упрощенную регистрацию или ссылку с быстрой авторизацией в этот кабинет. Например, пользователь когда-то зарегистрировался, вы можете сгенерировать ссылку, по которой он перейдет, уже будучи авторизованным в кабинет, и вы ему поздороваетесь с ним, скажете, здравствуйте, Максим Александрович, а вот для вас, например, какие-то персональные новости или персональные предложения. Зачем может быть нужен еще личный кабинет? Например, для того, чтобы человек дорегистрировал своих коллег, для того, чтобы он мог заказать дополнительные услуги, если это мероприятие в другом городе, скажем, по бронированию. Сюда же в личный кабинет можно по партнерке встроить, скажем, бронирование отелей. Он едет, например, в Питер, все равно он будет задачен выбором гостиницы. Здесь же можно вставить партнерку, например, с выбором отелей, вы с этого еще и заработаете немножечко. В личном кабинете можно предлагать людям, в принципе, все, что может быть персонализировано. Вообще, этот слайд я хотел упустить, но со мной случился 3 дня назад курьезный случай. Я кратко о нем расскажу и, собственно, расскажу, почему я этот слайд сюда добавил. Мне позвонили знакомые, когда я подъезжал к офису, и сказали, что беда. У них проходит тоже мероприятие, там онлайн-трансляция, которая должна была 30 минут назад заработать. Разработчик не выходит на связь. Кода плеера на сайте нет, и беда. Действительно страшная ситуация. Я сказал, не переживайте, я вот уже вбегаю в офис, собственно, дайте мне логин, пароль, все сделаем, они окей-окей. Там, собственно, битрикс, ты придешь и все сделаешь. Я думаю, ну ладно, собственно, странно, что они сами не могут. Добегаю до компьютера, авторизовываюсь и вижу вот это вот, то, что они называют битриксом. И мои глаза стали примерно как на картинке, я ее специально нашел в мемах. Оказалось, что разработчик полномерно вводил заказчика в заблуждение, говорил, что он купил лицензию, делал сайт на битриксе, заказчик не технические специалисты, они не выдавались в подробности, и решили туда впервые заглянуть, только когда что-то не заработало. Увидели вот эту вот хрень, ничего не поняли, стали звонить мне. Когда я ее увидел, я тоже ничего не понял, потому что там весь функционал завернут вот в это дерево, я по нему путешествовал 10 минут, в конечном счете я нашел наконец ту ноду, куда мне нужно было вставить этот кодплеер, и когда вставил, ничего не изменилось, и все, я оказался бессилен, в общем, к сожалению, их мероприятие провалилось. Поэтому какой из этого можно сделать вывод? Не завязывайте поддержку сайта на разработчики. Я уже раньше советовал в начале своего выступления насесть на программиста в начале и сделать так, чтобы он разработал сайт таким образом, чтобы вы могли максимально управлять им самостоятельно. Это хорошая практика, если вы еще и с фрилансером работаете каким-то или наемным сотрудником. Потом, если уже вдаваться чуть-чуть в технические подробности, то попросите разработчика, чтобы он все, что может в будущем изменяться, сразу сделал удобно редактируемым. Есть, например, в битриксе инфоблоки, подключаемые в области, система управления баннерами. Все это может быть задействовано. И более того, чем нам особенно нравится эта CMS, потому что там есть в коробке те функции, которые хорошо применительны для коллективной работы с сайтом конференции. Например, банальная вещь – стикеры. Можно зайти, развесить стикеры и не писать большое письмо о том, что в правом верхнем углу нужно пойти, там что-то сделать, обновить. Есть персонализация интерфейсов и есть такая клевая вещь, как опросы, которые обязательно вам понадобятся, когда вы провели мероприятие и захотите о чем-то опросить людей для того, чтобы знать, что им понравилось, не понравилось, на что рассчитывать в будущем. Я еще немножечко хотел поговорить про набор аудитории. Собственно, наш костыль и то слово, которое меня раздражает, наверное, больше всего – это промокод. В свое время мы слишком активно работали со скидочной политикой, раздавая скидки, ну, если не направо и налево, то довольно активно. И теперь многие постоянные наши участники начинают отвечать на рассылку примерно следующего. О, здрасте, клево, я зарегистрировался, а можно мне промокод? Ответа нет, нельзя, потому что мы уже три года их просто так не раздаем. У нас есть совершенно четкая политика, кому и в каких условиях мы можем дать. И самое главное, у нас есть четкая экономическая модель, насколько и для кого мы можем дать дисконт. Собственно, кто может и вообще должен получить дисконт? Это, конечно же, постоянные участники. Если у вас какое-то ежегодное или регулярное мероприятие, поощряйте людей, давайте им какую-то небольшую скидку. 50 – это, наверное, максимум, на что я бы сказал, а 10% – это минимум. Для кого еще? Для коллективов, но, наверное, коллективы – неправильное слово, это для тех, кто, скажем, регистрирует не только себя, но и коллег. Вот человек зашел, он создает массовый счет, например, на 5 человек, почему бы не дать на этот счет скидку 15%? Если он туда 10 человек вбил, ну, 20%. И не важно, на самом деле, коллеги это у него, или, может быть, он просто кого-то привлек. Он генерирует вам участников, пускай будет поощрен. Мы для некоторых мероприятий практикуем скидки для некоторых социальных групп, но там, где это можно сделать, мы это делаем. Например, если ивент платный, нужно участников кормить, поить, то за свой счет это делать, конечно, накладно, хотя иногда все-таки тоже уступаем. Если это мероприятие, где люди просто получают право прохода, то почему бы не дать? Например, на Риф уже много лет ездит, по-моему, из Ивановска, мальчик-инвалид с мамой. Но мы им даем всегда бесплатный проход, почему бы и нет. Есть, например, пенсионеры, которые говорят, вот я там веду сайт ветеранов, мне нужно какие-то знания почерпнуть, но почему бы не пустить? Хуже нам от этого не будет. И есть еще такая вещь, как реферальные программы. У нас они пока в тестовом режиме используются и в неявном. Вы можете отслеживать, кто из людей генерирует для вас наибольший поток, так скажем, привлекаемых участников и уже поощрять его. Либо давать ему какую-то персональную скидку, либо еще какие-то бонусы. Ну то есть стараться для себя просто отмечать, кто привлекает людей и работать уже персонально с ними. Важный момент для мероприятий — это обращать внимание на то, откуда условно заходят люди. Скажем, мы для некоторых ивентов заметили и пока не определили такого четкого критерия, что если анонсировать трансляцию слишком рано, то определенное число участников не дойдут до площадки. Когда это большое мероприятие, это не критично. Когда это мероприятие не очень большое, это может быть очень важно. Поэтому мы стали запускать трансляцию с учетом геотаргетинга. То есть, например, пользователь из Москвы узнает про то, что трансляция будет или сможет купить на нее доступ за день до мероприятия. Передумать будет поздно. При этом все региональные участники узнают об этом сильно заранее. Для них еще может быть подготовлены какие-то персональные предложения. Также геозависимым может быть и набор услуг. Та же самая гостиница, про которую я говорил, было бы бессмысленно предлагать забронировать номер человеку, который из Москвы идет на московское мероприятие. То же самое касается и других каких-то вещей. Меня просто торопит, я спешу. Информация, на которую обращают внимание, мы здесь основываемся на статистику, на опросы на свои, на результаты анализа Яндекс.Метрики с веб-визором. Но, наверное, многие сейчас начали смотреть не на то, что я написала на котика. Вот, к сожалению, котиком людей не заманишь, а заманить можно качественной информацией. На преимуществах мероприятия, о которых я говорил в самом начале. Спикерами, если это яркие люди, которых вы пригласили, обязательно нужно подчеркнуть, что вот у нас будет, например, вице-президент Microsoft или Google, может быть, он для разработчиков не представляет ценность, но его руководители и топ-менеджеры обязательно это клюнут. И подумают, ага, какое хорошее серьезное мероприятие, надо туда сходить. А его там по скайпу включат, на самом деле, это, конечно, немножечко фиктивно, но все-таки он уделил время и пообщался. Потом, очень важно изначально четко и доходчиво расписать все условия участия в мероприятии с ценовой политикой, политикой возврата. Если эти мероприятия бесплатные, то наверняка тоже есть какие-то особенности, которые тоже нужно для людей донести. Новостная лента – штука вроде бы нужная, но почему-то ее все меньше читают. Мы ее пытаемся выделять, но людям как-то лень. Они все больше в социальные сети пытаются идти, искать информацию там, и об этом я скажу чуть позже. И еще – это, конечно же, архивы мероприятий. Мы их бережно храним, бережем, выкладываем, и, как ни странно, начинаем, например, промоутировать мероприятия 2015 года, и тут же я смотрю, начинается какая-то графика 2014-го, там, 2009-го даже года. То есть люди лезут и смотрят, о, как это было. Им интересно. Коммуникации. Один из важнейших слайдов, собственно, ну, я думаю, нигерийский спам, он всем известен. Нужно постараться не быть такими же всего пять минут. Это мой предпоследний слайд, и я заканчиваю говорить об этом. Вот. Рассылки должны быть приятные. К сожалению, многие рассылки, которые я получаю по партнерским мероприятиям, и даже не партнерским, они выглядят шаблонно, и они выглядят отвратительно. Нет никакого желания их читать, там, пресс-релиз сухой написанный, лучше постараться сделать рассылку более человечной, сразу повышать конверсию. Мы, кстати, до сих пор пробуем и отправляем рассылки в двух форматах. Некоторые очень большие, некоторые очень маленькие. Вот когда рассылка уходит небольшая, с большими кнопками, какими-то картинками, ну, наверное, процентов на 50 с нее конверсия выше. Частота базы – это отдельный вопрос. По сети гуляет множество баз, и в них очень много адресов, которые никак не могли подписаться самостоятельно. Собственно, я читаю все письма, которые приходят на все ящики наших проектов, и когда кто-то купил базу, я сразу об этом узнаю, потому что мне штук 15 писем приходит сразу на какой-нибудь nom, собака, премия, рунета там, инфориф, финриф, ушедшие ящики, и сразу доверие к мероприятию падает. Ну и, собственно, здесь, я думаю, вы все прочитали, поскольку время поджимает. Я быстренько перейду к последнему слайду, он касается социальных сетей. Главный совет в том, если вы хотите поприсутствовать в социальных сетях, но у вас нет на это время, то лучше присутствуйте просто в формате таргетированной рекламы. Не создавайте аккаунт, который не будет поддерживаться, потому что в социальные сети люди идут для того, чтобы задавать вопросы. У нас это, ну, откровенно слабое звено, мы всячески стараемся исправиться, коммуницировать с людьми, но как только что-то случается, они идут в соцсети, они не пишут в почту, они не звонят на телефон, они идут и пишут куда-нибудь туда, а там никто не видит, это плохо, этого нужно стараться избежать. Вот. Ну и, наверное, у меня уже совсем закончилось время. Последнее, что я хотел бы все-таки добавить, как только начинается мероприятие, не забывайте немножечко обновить сайт мероприятия, разместить кодплеер, поприветствовать участников, вывесить, например, карту, как добраться, ну, то есть минимальные изменения, которые помогут участникам уже начавшегося ивента. На этом спасибо, если есть вопросы, я отвечу сейчас или, наверное, уже попозже, да, то как… Вопросы еще есть, пару минут. Спасибо, во-первых. И вопросы. Максим, спасибо. Марк, компания Тринет. У меня вопрос вот по личному кабинету. Вот я там зарегистрировался, оформил билеты. Что насчет оплаты, когда можно будет оплатить их, не покидая этот личный кабинет, так как сейчас нужно переходить на ваш сайт, и там все это не очень удобно происходит. Здесь мы преследуем двоякую цель, поскольку, ну, я думаю, речь идет о сайте спика или нет? Или вообще в целом? На разных сайтах конференции это можно заметить. Ну, если мероприятие регистрируется не через нашу систему Runet.id, то можно оплатить прямо из личного кабинета. Если через Runet.id, то мы все равно загоняем на свою платежную страничку для того, чтобы собрать аналитическую информацию, потому что, скажем, по API мы ее не вытянем потом. Для этого мы можем потом организаторам предоставлять доступ к информации о том, проявлял интерес, оплачивал, какая была конверсия. С другой стороны, мы сейчас меняем платежного партнера, и сама процедура оплаты, она будет намного проще. Я думаю, что мы придумаем способ дать возможность людям оплатить по карте и по электронным деньгам, все-таки не уходя непосредственно вот на нашу страничку. Да, это было бы очень удобно. Спасибо. Мы на Cloud Payment хотим перейти, просто попробовать. То есть у нас есть положительный хороший опыт с PayOnline, с Uniteller, это хорошая компания, я ничего плохого про них сказать не могу, но виджет, который позволяет оплатить без перехода на другую страничку, есть только у одних, и это вот Cloud Payments. Во-первых, да, а во-вторых, они те, кто умеют эффективно подсасывать те данные, которые мы уже передаем. Скажем, человек все равно заполняет себе какую-то информацию, он указывает e-mail, телефон, в этот виджет их можно передать без проблем. Скажем, у других партнеров несколько система усложняет. Говоря про платежную страничку, рекомендую посмотреть. Недавно у Usability Lab и MasterCard было большое исследование. Они посмотрели всех эквайеров, их там, по-моему, штук 10 или 15, и дали по каждому из них свою оценку с рекомендациями. Это исследование доступно в открытом доступе, я думаю, его можно найти через поисковую систему просто по релевантному запросу. На сайте Bittrex в разделе проекты, я вот только что была, когда выбираешь сайт конференции, ваших вообще там нет. И вообще там их очень мало, во-первых, сайтов конференции, которые сделаны на собственно на редакции сайт конференции. Ну и они все такие, мало что, можно даже показать, что покупаем сайт конференции и получаем вот примерно вот так, например, клиентам. Ваших я-то вообще не думаю. Да, это наше упущение, но здесь можно сказать, что мы их делаем не на редакции сайт конференции Bittrex, а у нас есть своя версия сайта конференции, но сделанная на Bittrex. Спасибо, Максим. Вы еще здесь у нас остаетесь на конференции? Конечно. Да, коллеги, подходите к Максиму, пожалуйста, пообщайтесь. Спасибо. Продолжение следует...